Здравствуйте! Спасибо, что вы сегодня пришли на этот неожиданный, стремительный праздник 32 августа. И пока мы еще не начали концерт, сейчас самое время для того, чтобы выключить свои мобильные телефоны, чтобы они не мешали ни вам, ни тем, кто выступает на сцене. Напоминаю всем собрать, что сегодня не просто устраиваю, что сегодня презентация новой книги Дмитрия Аравилова «Кошка с одним хвостом». Эту книгу можно, конечно же, здесь приобрести, даже если вы заранее не записываете его на всех хвостах. Есть еще и старые издания Дмитрия, например, книга стихов «50 листов на склепке», а также диск МП-3 с разными его песенками. Ну и всякие ралитеты древних, которые у нас сохранились случайно и были выкопаны из глубоких подвалов. Что еще нужно сказать? Здесь же на столике стоит большая шляпа, пройти не на которой, надеюсь, для вас будут затрудненки. Сформулируем. Все. Сейчас выходит Таня и начинает уже какой-то процесс. Про шляпу, про шляпу. Еще раз говорю, шляпа. Для чего она стоит? Шляпа стоит для того, чтобы туда совали деньги. Да. Лучше опускали и совали, а то сумма вкрынуты. Глядя, диска, дела, милова, или книжка «50 листов на склепке», а денег в вашу шляпу... Правильно говорит управляющая нашего магазина Ира. Берете книжку или диск и кладете деньги в шляпу, или просто кладете деньги в шляпу. А книжка написана «50 листов на склепке»? Да, легко. А в любом случае, все то, что мы собираем сегодня, все книжки, которые мы продаем, все то, что будет лежать в шляпе, это все, как вы понимаете, приезжает торжественно к нашему любимому автору. Все, вы сказали. На сцену приглашается ведущий сегодняшний вечер. Нет, нет. Нет, нет. Ну давайте так. Уже пора, давайте. Звоните. 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 Так, позвоните. Позвони. Это звонок. Первый. Не принято? Нет? Нет. Тогда начинаем. А там, походу, я говорю. Сейчас мы только звоним. Ну что, ждем тогда, да? Ждем или начинаем? Нет, давайте начинаем. Давай, начинаем. Так, сможем рассказать. Сейчас я выйду Ольге. Звоню. А потом записи мы передадим еще. Привет. Привет, Дима. Дима. Дима, я нашел тут творение одно в книжке. Хочется его очень прочесть. Такое оно трогательное. По местам боевой славы, что он называется. Я отслужил. И слава Богу. Чернобыль – это не Афган. У каждого своя дорога. Кому венок, кому стакан. Я отслужил. И хватит. Болда, как говорил сержант Казах. Два года – это очень долго. Ты все прочтешь в моих глазах. Я отслужил. Виват свобода. Я отслужил, как отсидел. С 87-го года освобожден от ратных дел. Я отслужил. Я выпил чашу. Утерся, отплевался. Все. Я уже не буду нашим посмертно в списке занесен. Я отслужил. И славлю небо. Хотя теперь военковат мне говорит, что я там не был. Я все равно безумно рад. Я отслужил. Погоны скинул. Поставил галочку в судьбе. Мне не посмотрит коса в спину. Я могу сказать себе. Я отслужил. Два года прожил. Прорвался из последних. Жил я. Отслужил. Мороз покор. Я отслужил. Я отслужил. В качестве предисловия автор предлагает нам такую, такую преамбул, такую историю. Друзья мне говорят, напиши про Чернобыль. Ну ты же был на Чернобыле. Ну вот и напиши. Ну как я могу написать про Чернобыль и не рассказать про службу в армии? Ведь ликвидация последствий аварии на ЧАЭС была для нас как дембельский аккорд. С другой стороны, это был лишь некий мимолетный эпизод в нашей долгой и срочной службе. Какие-то два месяца из тех двух лет, в течение которых мы отдавали свой первородный долг Родине. На самом деле очень знакомо все. Но нет, не переживайте. Все два года я вам это рассказывать, описывать не собираюсь. Я исповедую только о том, что, как говорится, к слову пришлось. К тому же, когда где-нибудь в компании, да под пиво, набравшись смелости, я принимаюсь об этом рассказывать, обязательно находится тот, кто начинает спорить, протестовать, даже обвинять. Причем делать это столь рьяно, как будто речь идет о чести прекрасной дамы. Да ты брат гонишь. Да нет, гонишь. Да разве же это армия. Да ты брат службы не видал. Ну, может быть. Может быть. Может быть, так оно и есть. Тогда что ж. Тогда давайте, пожалуй, в избежание так и начнем. Ничего этого не было. Все фамилии, имена, обстоятельства выдуманы. Совпадения случайны. И страны этой больше нет. И никогда не было. И меня там не было. Да разве же могло такое быть. Но, конечно же, нет. Так не бывает. Я, конечно же, все вот это выдумал. Игорь Борисович. Игорь Борисович. Покажи еще микрофон. За очередь. Ну, понятно, что вам. Вот ведь то, что... Писал я сейчас, нельзя. Поспеть, чем-нибудь. Это было, конечно, что-нибудь очень... Побилось поспеть. Ну, ну, да. Это вот, что вот это. Может случиться, может не случиться И такого случая Уже не будет плачущей лица Ждем до августа Когда нам с тобою встретиться Когда-то снова На дорогах пыреных С барабанным боем Тогда августа Трицать второго числа В море завоз Ветер несет Парусь и вес Название Где-то вдали Климат пролил Как при дожде Прощанье На дорогах пыреных солнце Хлещет зиме Словно хочет прокатиться До наших спинах Аж до августа Трицать второго Трицать второго числа А в награду кровь Ласкового взгляда Слова сказанного в спешке На пустом перроне Ждать до августа Трицать второго Трицать второго числа В море завоз Ветер несет Парусь и вес Название Где-то вдали Климат пролил Как при дожде Прощанье На встречах Святачьи Так по крайней мере Строго Словно В неделе От стены Прощанье И до августа Трицать второго Трицать второго числа Трицать второго Трицать второго числа Трицать второго числа Авилус С тобой связь есть? Нет С Абиловым связи Нет связи Есть связь С чего? Кого? Есть странное ощущение Что кому-то сказали Мол Этому Вот Ты куда? Ну ладно Все бывает В жизни Вообще Пошло Какой внезапный маяк Ну ладно Пока там будут Налаживать связь Чинить маяк Я расскажу о том Что Меня позвали Как-то на щелчок Знакомые Подруги Другана Чтоб я устроил Там Флотовичок И заработал Четвертой Как водится Спросился у Жены Сыночков В щечке Чмокнул И одею Надо же Бордья Еще нужны А я-то думал Все Она бордью Мне Говорил Знакомый Эрудист Что древние Тащились От души Когда Хрипел Какой-нибудь Пит Под лиру Заскорузлые Стиши Вот С той поры Борды-то и пошли Сначала По долам Да по лесам Не то что Нынче По дыка Пошли Впрочем Ты все знаешь Это сон Вот Барт Придет Ему Олень и бог С мороза Так горячего Вина Он Демиур Да что там Полубог Ему вся Жизнь До косточек Видна Бывало Закричит Я вижу свет И видят все Ибо борды Не врут А если свет Еще и В рифму спит Тогда вообще Оруще Очень круто А если Дернет Не за ту струну В запалец Никто же не отсечет Вот так Жилось нам В барном Старину Со всех сторон И слава И почет К нам Приходили Даже Короли Искать Защиты Или спросить совет И В армию Поэтов Не гребли Не мудрено Так Жить И видеть Свет Была Прямой Утоптанной Стезя Всегда при бабках Хавки Жениться Правда Было Нельзя Девок Молодцы Думаю Вполне Какие Были Славные Гадаш Квохчет Восхищение И нутро А что Концерт Нормально Как всегда Отпел Напился И попал В нутро Славные Славные Дмитрия Алинов Которым я Разрешил себе Чуть-чуть Отменить Текст Приведя В соответствие Строчку Димину Со своей Семейной Ситуацией Его Сын Один И меня Четверо Поэтому Их пока Перечмокаешь Перед отъездом Эдак На самолет Опоздать Да Несколько слов Буквально Я Как-то сказать Что у меня Было очень Неспешное Такое Как сам Дмитрий Александрович Авилов Знакомство С Димкой Его творчеством Такое Очень постепенное И Ближе всего Мы сошлись Когда Димка Поймав меня За некоторые Места Сказал Что Нечего Мне тут Заниматься Ерундой Надо у него Диск Записывать Поскольку Дима Человек Основатель Вместо Одного Диска Получилось Два Записывали У него Подвальные Студии На Бульварном Кольце Это Было Совершенно Потрясающее Время 2008 Майкут Осень Вернее Лето Осень И Наверное Одним Из самых Ярких Образов Димки Для меня Будет Дима Сидящий За Монитором Экран Понятное Дело Слушая Что я За микрофоном Поил Делаю Еще не так Подожди Это Лучше Переписать Вот Ну а дальше Соответственно Более близкое Знахомство Уже И Деньки На песни Вошедшие Не то что Репертуар Вошедшие В меня Потому что То что ты Начинаешь С чужого уровня Петь Это все равно Становится Частью Тебя Вот Таких Два Две Части Меня За авторством Дмитрия Глядели берега на небо Уткнувшись носом в берега Кораблик под ванилью снега Лежал как ломтик пирога На блюде с людяном затона Над сонным царством рыбных ям Не издавая даже стона Вслед проплывающим друзьям Не издавая даже стона Вслед проплывающим друзьям Наявре хмуре снегопады По небу мазал берега И только дети были рады Мешая липкие снега А я, взявшие прохожие Дышу на руки горячо И совершенно невозможно Уткнуться в чье-нибудь плечо И совершенно невозможно Уткнуться в чье-нибудь плечо Кому-то берега до неба Кому поджевшие корья Кораблик под ванилью снега Второй декады ноября Какая щедрая награда Угрюмо кутаясь в пальто Я буду ждать под снегопадом Вы подходите, если что Вы подходите, если что Жарко у вас здесь, Игорь Борисович? Да, логично Правда, лето Загрустите, заходите Я сегодня здесь один Вне желаний, вне политик Не заловив и не людин Вне пытливым взглядом С когось в бокал ловлю свечу Заходите, сядьте рядом Я вас тоже научу На засов закроем двери Перережем провода В эту ночь, по крайней мере Не войдет никто сюда Я же вижу, вы устали Я же знаю, вы больны Вы же стали, тверже стали Пострадали без вины Неужели не хотелось Подведя баланс к нулю Раз потешить мяг хотелось Расползаясь в охмелю Разольем медвежьей крови А потом плечом к плечу Обязательно изловим Непослушную свечу Да открикнетесь же Люди, братья, сестры Никого Свечка-то и в битом блюде Отливает лакооб От последнего разлива Два последние глотка Тонут в рюмке сиротли Раздувая вширь Пока Дима Привет и спасибо за хорошую песню Это был Антон Трофимов, если вдруг кто не знает Дима связался с нами И сказал, что посмотрят Запись Потом Сейчас он не может Мы продолжаем Читать Вот эту книгу Замечательную Из главы Саши Первый раз Я ее увидела в окно Сидя за коммутатором Когда она шла пьяная Со станции В обнимку С двумя мужиками Второй раз Вечером того же дня Когда она шла пьяная В обнимку Уже с кем-то из наших В сторону свинарника Потом Некоторое время Она жила там В домике свинаря Отневальные Тоскали ей Вино в чайнике И еду из столовой К свинарнику Потянулись Алчущие И жаждущие Вечерний Преферанс Накрылся Намоленное место Было Осквернено Замечу только Что культурная Элита Нашей роты Да и вообще Большинство Из перечислявших Себя Европейской Цивилизации Живого участия В этих блуднях Не принимала Конечно Поначалу И мы тоже В залках Было юного Женского тела Сально пошучивали Подначивали Друг друга Мол Слабо Не слабо Все-таки Возраст Есть возраст Завершение Полового созревания В каждом глазу По бабе И все такое Но в итоге Угомонились И держались стороной Скажем Не потому Что были прямо Такие правильные Хорошие парни А знаете ли В силу Некоторой Элементарной Брезгливости Хотя И самое Чувство Тоже бывает Разным Вот один Узбек Повар Из офицерской Столовой Как-то мне Рассказывал У меня на гражданке Была девчонка Знаешь Какая Классная Красивая Я ее любила И она Меня очень Очень сильно Меня любила Я у нее Первым была Она мне перед проводами Дала Потом плакала Говорила Ты теперь меня бросишь Ты теперь на мне Не женишься Да ладно Что за чушь Искренне Изумился я Конечно Не женюсь Невозмутимо Подтвердила Она же уже Не девочка Но Растерянно Протянул я Пытаюсь Нащупать В услышанном Хоть какую-то Логику Ты же сам Говоришь Что ты у нее Первый Ну и что Кому Она теперь Такая нужна Вот так вот Вот и весь Сказ Вот и вся Любовь А Саша Саша была На расхват Но где-то Дня через Три-четыре Она вдруг Внезапно Куда-то Исчезла Ольга Макеева Вот так Добрый вечер Всем Я надеюсь Что Надеюсь Что Когда Посмотрит Эта Запись Вместе Со мной Вспомните Далекие Недавно Времена Когда мы С ним очень любили Потеря Вспомнику Садились Друг Друг В друга В лесуле Нас ценили Вот И пели Друг Другу Сорвые Женские Мужские Песни У нас Не так Много Репертуария С того Времени Осталось Потому что За Редким Исключением С художественной Точкой зрения Было Это все Наверное Достаточно Сомнительно Но сам Процесс Был Восхитительно Совершенно Ну вот Собственно Одну Димкину Песню С тех времен Я и хочу Вспомнить Мужчины Женщины Волнят Груз У женщины Волненье В груди Ей только Ненароком Подмигнуть Не уходи Осталось Погоди Еще на миг И еще на пять Заминут А получится Куда-то Навсегда В его Глок Ее глаза Отчаянно Моргнув Его глаза Шмыгнут Туда-сюда Ощупают Димана На беле И бросают Пружинка В бордель Ее любовь Встающую С колен Ее любовь Завущую Его Ее любовь Встающую С колен Ее любовь Завущую В постель И в общем-то Им это Ни к чему А, в общем-то И это Кое-что Чем под вино Мы солите Ветщину Хотя не то 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 Что дальше Блота Ящицы Рассказывала Как подступает К горлу Тошнота Не говори Мне Боже Блот Мужчину В женщине Брой Волнует Грудь У женщины Волнение В груди Им тогда Никак Нельзя Уснуть И мы Ни хрена Не светим Впереди А вторую песню Я хочу спеть Простите У меня свою У меня Оправдывает Пожалуй То Что Каждый раз Как-то С Дмитрием Света Александровичем Встречаемся Он меня Если делать Уже теперь Доходом До гитары Постоянно Ее Спеть И бросить Такое ощущение Что С тех пор Как я эту письму Написала Ничего Большего Я в общем Приличного Уже и не прописала Сначала Меня это радовало Это было О У меня есть песня Которая так высоко Целит Такой классный Балтин Кирилл Потом Меня это достало Потом Меня это достало Настолько Что я Говорила Извините Я не помню Эту песню Ну вот Совсем Больше не помню И не вспомню Никогда Забудь Но Не забывал Вот Теперь пришлось Вспомнить Внем Очень Сирог Гляди Улыловая Гуна Едва Качается Фонарь Над нашей Улицей Пустынной Походкой Медленно И чинная Каня Приближается Едва Еще Вчера Была Москва Арбаты Над Арбатом Скрипка Она Текла Крупка Изгибка Да Так Что Кругом Голова А Здесь Над черной Невой Не Слышно Музыки Далекой И ты Становишься Жестокой И Устануть Чужой Еще Вчера Была Любовь До слез До судорога Дорожьи Когда Мороз Берет По коже И взгляды Будоражат Кровь Ах Как ты Пригодно Ждала Ах Как ты Ласково Встречала И От Вокзала До Вокзала Судьбы Дорога Пролегла Душа Измечева Увы Но Света Чтит Воспоминания От Сокроведлого Презнания Даль Поворота Головы И Ночь Вагон На Пути И Ночь Безумного Желания И День Неловкого Прощания Прости Пожалуйста Прости Пожалуйста Прости Пожалуйста Прости Всем добрый вечер Я точно вам сам Валюла Я всю жизнь мечтала Сделать одну детскую шалость Я надеюсь Мне все простят Мама Папа Я в телевизор Спасибо Сегодня я Дошу вам Отрывок Из рассказа Моего отца Который Называется Попугайчики Итак Приехал как-то К обеду В роту гвардии Майор Емельченко Ну кашу С нами есть Не села Не стала Демократничей Ну ладно Нам-то что Самим мало Примаршировали в казарму Приобулись в тапочки Построились в проходе Стоим ждем Команда Смирно Заложив руки За спину Медленно Растягивая Шаги Входит комбриг За ним Истово Словно отдавая Свою честь Вытягивается И семенит По стойке Смирный Наш капитан Ну и эта Процессия Молча следует Мимо нас И останавливается Около аквариума Чикипала Гошиха очевидно Когда-то была Гоша Но потом Когда все открылось Ими Менеть не стали Стройзавя В предвкушении Чикипала Слушай Товарищ майор Попугайчики Так точно Товарищ майор Говорящие Никак нет Товарищ майор Почему Виноват Товарищ майор Тут впервые Емельченко Поворачивается Лицом К нашему Ротману И после короткой Паузы Начинает Меланхолично Крутить у него На кителе Пуговицу Задумчиво И напевая Себе полность Капитан Капитан Никогда Ты не станешь Майором После чего Резко Разворачивается И быстрыми Шагами уходит Чикипала Сменит ему вслед Думаете занавес? Как бы не так Надо сказать Дело было в воскресенье И события Получили Неожиданное Продолжение После ухода Высокого начальства Сидимы В линкомнате Смотрим по телевизору Дроздова Где-то после Львов И три закусок Речь в студии Неожиданно Заходит Волнистый попугайчик И вот Приглашенный Специалист Рассказывает о том Что волнистый попугайчик Конечно не такой умный Как его собратья Ара Или Кокоту Но и его При желании Можно научить говорить Дроздов Дроздов на экране Улыбается Ободряющий Кивает Рассказчик Он Тот Вдохновенно Продолжает Дрессировке Обучению Подаются Только молодые Самцы Которых Надо Отсаживать От самочек Отдельно Клик в клетку Ну и вообще Лучше Если в доме Будет только Один попугай А дальше На этих словах Стоявший В дверях Печки Пала Которого До этого Никто не замечал Молча Поворачивается И уходит В рот Пипец Гошихи Тихо Сказал Что это А вот Теперь Занавес Ну и Только хочется Успокоить Защитницу Природы При написании Этой истории Ни один попугайчик Не пострадал АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как сказал Оля Не обнутри Свои песни Не очень Не попробую Свою пар Ассоциации Ассоциации Тридцатого Пожалуйста Да Пожалуйста Учти до Владов Сейчас Учти до Владов Ассоциации Таня Еще раз Слышишь Еще раз Ассоциации Спасибо 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 Закатилось Солнце Мячик Мы у дожди Каплину Скушно С братья Канна дачи Все игрушки Про войну Только крикнет от эмбаты, Начинается игра. На полу его солдаты Маршируют в три ряда. Снова моей кукле Маши В уголке сидеть одной. Храбрый братик саблей мажет И командует за мной. У него радист за печкой Плащ-палатка из платка. Сам он разомный разведчик И комбат, и сын полка. Враг силен, наносят сотки, Так и рвется воевать. Танк из печечной коробки Заползает на кровать. Взрыв другой, и будет поздно, Взмокла прядка у песка. Поднимаются во взвод На оловянные войска. Все храбры, как на пожаре, Каждый будущий герой. Кукла Маша провожает Их на самый честный бой. Тень легла на санавески Точно в клеточку тетрадь. Слева нолик, справа крестик, Больше некому играть. Обустело поле боя Кем-то вырваны листы. Я рисую на обоях Солнца, небо и цветы у мальчишек. Все иначе, все игрушки Про войну. Мама, мама, кукла плачет, Я не знаю почему. Мама, мама, кукла плачет, Я не знаю почему. А это, пожалуй, ближе будет в голове про Сашу, Которую Таня не дочитала. Так, Саш, не бедет себя гребить, потому что сейчас можно включить скайпик. Давайте включим скайпик. Да, и поскольку можно, лучше сделать это так, кто-то может. Чего вы? Да. Да, сказал он, да. Да. Так, вот, камера нажата. Вот здесь связь, спасибо. Димка, а мы книжку твою читаем тут. Казачий. Товарищ участник концерта, давайте возьмем. Так, прошу вас. Наташа. Да нет. Наташа, как? Да, я из... О, простите. И сюда. Что надо? Дим, Дим, дружок. Да. 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 А? Спасибо. Спасибо. Да. 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 У вас там такая гонка, у меня там видно. Нас видно? Или нас не видно? Дима, ты видишь, белое пятно? Это Оля. В этой темноте. У вас там, Дим, я ищу. А мы тебя ищу. А мы тебя ищу. А мы, Дмитрий Александрович. Приятно вас видеть. Интим, человек на 60-70. Да ничего, вообще, только темнота. Так и есть. А на что тут смотрели? Алиса? А, а, а... Вот это да! А мы тебя ищу. А мы тебя ищу. А мы тебя ищу прекрасно. Это очень приятно. На вашей спине... О, батюшки мои! Да? В большей части, они были в макея. Себя ты видишь, Дима? Себя ты видишь, Дима? Кто это? А? Вагоны надевают себя везут. Это его? Это же он? Класс! Класс! Это всё? Так. Для чего техника? Вашего? Я не сам. Слышь, давайте уже, да. А вот, давайте, давайте подкричьем. А, Чиряша, Чиряша, да. Давайте. А, Вилл, сейчас мы тебе песенку спою. Это хорошо. Я не уверена. Чего ему? Чего ему? Пираж. Нет, 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 я не про это. Ну что, все знают, что я рад. Сейчас он улыбается на протесты. Дима, подпевай, слова знаешь? Да, 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 да. А почему? Я спонял. Ну слушай, а ты сейчас? Вдохнуть спокойно смог? Когда мы из простей тебя ты мог, Швырнул меня в кабацкий спрадный смог. Ах, руссов пальца, капни мой снога. Убежали до хреба, в плотность весь мирон. Нам, жизнь, люди, мы переходили океан. Что бы я оставить это дело, делом на борту. Говорят, что мы грубые и злые. Скажи, откуда место взять в руках? Да что бы были вязаны узлы? Как место ж по привыкшим и куркам. Да что бы любовь и сомнение как там. И ласки шлюх, да полно пусто. И затем мы переплыли океан. Что бы не оставить это дело, делом на борту. Кто знает, если не есть ворота. Вот в нашей райской жизни шалаши, Такой опыт, что ее не ждали. Когда хватает в крови балаши, Как мы с ней Господней снижаем. И в щадных грех, не лень и тебя, Завел свет, как глину, а кресток. Но не затем мы переплыли океан, Что бы прощать оличий городок. Вот так, крыль, весь последних сил Садись в себя, готовые, пробись. Шестинные сбежавшие, они. Мы будем, 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 будем жить. Да грустно в пальцах обнимай сгонат, Мешай за хрипом, хлоп и свестьем. Но в жизни в день мы растим за гидом, И все остальное в прошлом и потом. Дима, звучит из них «Кром». Поверить не трудно. Да. Это неудобных тональностей. Поришите свои... Вообще не при чем, между прочим. Это он... А это да. Я не пойму, нам, то лучше обращаться. А это и оптимистическая часть. Камера там! Да. Мы продолжаем наш вечер. Оставайтесь с нами. нет Игорь, хотелось бы попасть? Вторая история будет такая... Вас нам и дам показ. Извините, что я к вашему тому спину, зато я дослежу. ПЕСНЯ Зад ее до поздного сноха Хочешь трон, да заморочь сперва, Что не ночью в нее ворован На звонче вороного пера. Говорят красотой, то якобы дьявол Митит своих сестер. Кабы Шпренгером был бы якобы, Мужья б сложил для нее костер. ПЕСНЯ Ай, не мной жирного целопа, Где, что, воду брал, куда смотрел. ПЕСНЯ 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 Надеюсь, окончание прошедших тут еще, чтобы разрешить! ПЕСНЯ Дима, привет еще раз Таня Пучко делегировала мне следующее чтение И это будет отрывок под названием Кошка с одним хвостом На самом деле это заглавный отрывок Для всей книги, поэтому мне показалось Что это важно Немножко оттуда почитать Могу? Не одобрали, не одобрали Я буду тогда вот так стоять Подобострастненько Теперь я буду не подобострастненько стоять Дай он, не помочь Сейчас я приму какую-нибудь подробную щетку Какой-то это чтецы Они просто коронаканы Кошка с одним хвостом Логическая, это сноска авторская Логическая задачка про хвосты У несуществующей кошки Здесь слушайте внимательно Потому что очень много пели, да? А сейчас послушайте У несуществующей кошки Не существует хвоста А у существующей кошки Он есть Так что у нее на один хвост Больше, чем у кошки Несуществующей Не существует Это утверждение Кошки с двумя хвостами Кошка с одним хвостом Существует Так что У существующей кошки На один хвост Меньше, чем у несуществующих Переваривать С появлением интернета Я долго искал по сети Дневники капитана Джошуа Слокома Человека, первым Прошедшего в одиночку Под парусом вокруг света Я хотел найти Романтику жарких стран Шум моря Свист ветра С криптогеллажа А нашел Рутину будней Мысли старого капитана Его бред и одиночество А что бы хотели найти здесь вы? Как-то один мой хороший знакомый Пригласил меня на радио В Останкино Речь в передаче зашла про Черновый И вот Сидя в глухой и темной студии Я вдруг с ужасом понял Что мне нечем рассказать За два месяца моего пребывания там Ничего сверхъестественного не произошло И ничего необычного я не увидел Даже банальных гигантских грибов Но еще бы была ранняя весна Помню, как мне хотелось ему подыграть Как я ерзал на стуле И тщетно ссилился вспомнить Что-нибудь этакое Но рассказывать было решительно не о чем Никто по ночам не светился И графит сбрасывать нас не заставляли Нет, слухи-то, конечно, всякие ходили Например, мы тоже Самозабвенно пересказывали друг другу Байки о двухголовых телятах И пятиногих ягнятах Рассказывали о срочнике Машинисте подъемного крана Он, мол, работал рядом с четвертым энергоблоком И не уложился в отведенное время Стопольщики сменились А крановщика-то другого не оказалось Тогда ему по рации Приказали оставаться на месте И закончить разгрузку Или чем он там и занимался А потом повернули дело так Что он где сам вызвался Ну, его, разумеется, к ордену представили Парень-герой и в нашей газете о нем написали Но это все были только слухи Меня же позвали как очевидца А значит, я должен был рассказывать Только то, что видел своими глазами Не знаю, каковы были причины нашей передислокации Не помню, сколько нас лишних оказалось Двое или трое Но ехали через зону на Вильчу Мы той же чмухой, которой расширили путь на новостройке Была ранняя весна Где-то еще не успела оттаять А где-то уже пыталась зазеленить Кругом покой и тишина Только колеса Ты-тых, 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 ты-тых И это тоже успокаивало Мне тогда даже подумалось, что Машинисты должны быть самыми спокойными людьми Вот так целыми днями Ты-тых, ты-тых, слушать Видно, на Неданчичах Отечество в нас больше не нуждалось Ну, Вильче так Вильче Вильче и хорошо Я жадно смотрел в окно Ловил детали Пытаясь разглядеть хоть что-то необычное Или даже сверхъестественное Это же зона Во мне зудело любопытство экскурсанта Я понимал, что произошла трагедия Что тысячи людей вдруг все вот это потеряли Лишились всего этого Вынуждены были все это бросить Сорваться с места и уехать Что в конце концов погибли люди И это не какой-нибудь Геркуланум И не какие-нибудь абстрактные древние люди Это были такие же, как мы Наши советские люди Я все понимала Но во мне все равно было только любопытство Мы проезжали пустые перроны Улицы, дома, магазины Киоски союзпечати Светило солнце Текли ручьи И все вроде бы было И весна была А людей не было При открытом окне брошенного дома Колыхалась занавеска А по односкатной крыше дровяного сарая Шла разноцветная кошка С одним хвостом Интересно, это хозяйская или приглубная? Подумал я В эту поездку я впервые увидел и Припять, и факел, и станцию Янов, и Красная Дома, и Рожелес, и многие другие достопримечательности зоны Увидел и забыл Помню только, как проезжая АЭС, я попросил ребят тормознуть Взял гитару Снял респиратор Стал петь песни Не спрашивай зачем, не знаю Свои пел Сашкин, и те, что вспомнил Машину, Воскресенье, ну и Бричмулу Тюременную песню Куда теперь без нее? Пел без пауза, безостановочно Минут двадцать А потом мы все гвоздем Расписались на задней деке И затерли царапины пальцами до черноты Впоследствии, уже по возвращении Томов Эту гитару у меня заиграла милая девочка Маша Которая не запомнилась мне ничем Кроме того, что умела сжимать ногу в кулак Истина и правда Работа Дима, здравствуй Добрый вечер Я немного волнуюсь Дело в том, что Роясь в обширном творческом наследии Нашего бенефициара Это я про тебя не слышал Я обнаружил песню, которую Никогда раньше не слышал И, видимо, она не из самых ходовых И мне страшно вдруг Неожиданно для себя захотелось ее спеть Но, Димаша, извини, как умела Я, правда, не предполагал, что придется петь буквально Под твоим отеческим взором Причем в обоих смыслах И вот в этом смысле под отеческим взором И вот в этом смысле под отеческим взором Тебя подавила вам чищу Да-да Подавила вам чищу Вот, а песня вот какая Субтитры создавал DimaTorzok Попробовил теплоход А его города нет Он обрел прежнее имя свое Но сам прежним не стал Слишком молоды Старые люди Его и покидает причал По течению вниз Или против течения вверх Это просто круиз Он уйдет и вернется опять Я уеду И снова вернусь Чтоб глядеть ему вслед Чтоб глядеть ему вслед Чтоб глядеть ему вслед Посвящение теплоходу Валерьяна Куйбышева Я так и думал Хотя На Баржряна так не называется Но я так и думал Что наверное про Куйбышев Нет, это посвящение теплоходу Валерьяна Куйбышева Ну Дим, ну как нормально Я честно говоря Очень волновался за аранжеров Ну там чуть-чуть слова Ладно Сейчас тогда спою То, где за все слова и ноты Отучаю сам Об Измайлово снег Как невесте подор Это в городе мал Угревал их сугроба За деревьями поезд В раскачку прошел Отсекая черту Суеты и хворобы Об Измайлово Здесь не расцветна зима И не ясен итог И исход неизвестен И случайные прохожие Доволен весьма И здоровье его Русский хор Это та же Москва Но не та, что с носка И не та, что в кино Потери в интернице Нерастленная жизнь И прогулка легка И не мерзнет рука И улыбчивые дети И молодой самолетик Висит в небесах Обещая нам всем Дальний путь И удачу И веселые тайны Слышны в голосах Человечих и птичьих Детячих и собачьих Не кончайся зима Не спеши подтекать Заположной копелью А преской Акулкой не неси Меня жизнь Не спеши Отсекать Городской очеротой От заветного звука Об измара Солнце Солнце Холодит Пустым Не спешась К полму Гаснет день Будет вечер И кормушки На ветках Висят Как молодые Непонятно чего Доброты Человечи Академия Академия Принимает Спасибо Сережа Сережа спасибо Я не знаю Ася Ты будешь на этом гитаре? Нет Никогда так больше Сережа не делай Как маленький Я не знаю Вот эти участники концерта Это ад какой-то Каждый раз Когда я берусь Организацию Про процессы Я так и рада Это почти как Ну это не война конечно Но немножечко учения Первый БТР Задынил И встал прямо В воротах части Был быстро создан Военный совет На котором приняли решение Оставить прапорщика И нескольких бойцов Решать проблему А колонна Двинулась дальше Второй БТР Не вынесет тягут пути Встал уже посреди Львова Кто бывал В этом славном городе Тот поймет Что значит Для остальных водителей Вставшая на тесные улочки Бронетехника А кто не был Вспоминаем фильм Три мушкетера На музыку Данаевского Помните Как главные герои Разворачиваются Четверки лошадей в ряд Пора Пора Порадуемся На своем веку А теперь представьте Что на этой улице Движение в две стороны И стоит БТР К тому же Надо заметить Что это был Главной БТР То есть Возглавлявший Направлявший Движение колонны Вся улица Принялась кричать И сигналить Традиционным Шоферским способом Выражая свое Сопереживание И жестами Пытаясь Способствовать Скорейшему разрешению Сложившейся проблемы Но ничего Не помогало Не знаю Уж как долго Это продолжалось И чем бы Это закончилось Если бы кто-то Из ребят Не догадался Вылезти из люка Вставить в пулемет Муляж ленты Развернуть его В сторону Усердно сочувствующих И перейдем За двор Асяне Стратенко Умело подвесило интригу Я даже не знаю Что ответить Дима привет Еще раз Смотри Мне дали два раза К тебе выйти Это все за те годы Которые мы с тобой Не виделись Я даже не знаю Сколько этих лет Было Четверто Много Да И мне разрешили Песни тебя попеть Потому что Мы с тобой Не разговаривали Все эти годы В чат 32 августа Никто теперь не ходит Вот И поэтому Вот представь себе Что я как будто Читаю твою книжку И разговариваю С тобой С твоей книжкой И совсем прочитаны Потому что Кое-чем отвечаю На книжку А кое-чем На факт Создание этой книжки Никто с микрофоном поможет Потому что у меня гитара Без подзвучки Если вы хотите Хоть как-нибудь слышать Совершенно не обязательно Дима Это не неуважение Это я к тебе К тому лицом К тому прости Больше Это в данном случае Чем про честь меня По-моему Все очень здорово Мы совершенно не переживали Что к Диме Как-то повернуться спиной Да Все равно Чем ты к нему будешь Какому-то нему Какому-то нему Сейчас я закончу И услышу Я тебя живет Ой Как меня остановили Ярко Чем знает Что получилось Вот представьте Что я только что-то читала Тот отрывок Который я читала Все-таки я так хотела На самом деле Да? И как будто отвечаю на него По улице идет Нарядный мальчуган По улице идет Картинный хулиган Над городом Будет Смешной Аэроплант И красит Нежный цвет Как Некосимый Свет Весь этот Прошлый Век Назначенный На свой Прозрачный Простой Как мы То есть Стекло Где Пионер В трусах И девушка С веслом Шагают от бедра По маковой весне Где ноги троллей Скользит по проводам Где тарахтит страна В возвышенных трудах Где теплый шумный дождь Идет по городам Кого возьми Любой Все делает всерьез Качни меня туда И сразу Уноси На золотой доске Небесного такси Мне вязности Такой Дышал Не хватит Семь Я вижу Все уже Я знаю Все до слез Я вижу Я знаю Что страна Построит Ерунду Переведет Руду На барскую Орду И вляпается С ней В тяжелую Беду И раз И два И три Чем дальше Тем сильней И будет Так беда Не знающих стыда Ни горше Ни острее Чем нас ждала Тогда А точно В пору Всем Как кресло Позадан По мерке Головы По остальной Стране И мы Уже в проект Заложены В черни Нас Приписали К той Итоговой Хирне Каким Карандашом На белой Простыне Чтоб После Разобрать Истрачешное Белье И это Вот от нас Подштанники С дырой И это Вот от нас Космический Герой И этот Первый Век И этот Век Второй Мучительно Мое 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 Мучительно Мое 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 По улице Идет Нарядный Мальчук По улице Идет Картинный Хулиган По улице Идет Нарядный Мальчук зато дима я с большим-большим удовольствием читал твою книжку пока я ее пока я участвовал в ее изготовлении у меня был специальный глаз корректорский я читал там запятые мне так понравилось первых запятые красиво 2 книжка хорошая пользуясь случаем у меня приоритет может и после королевой не знаю после многих я читала после корректора я читал последние блохи было прекрасно я к тому что просто я ее всю прочитала книжку я не сейчас вот тут вот где-то тут за этими самыми за кулисами хорошая книжка надо брать вот и вторая песенка я не твои дим пойму я не знаю твои к сожалению так чтобы петь их но потом меня очень женский голос вот я я свои но как бы для тебя она табачная лавка закрыта мансарде открыто окно на улице этой забыли и не было настолько давно что сердце не дрогнет не ах до век не взлетев этажей где пахнет как в памяти пахнет а жизни не пахнет уже где в зиму заклеены рамы где ставят тарелки на стол и а все это охраны не ведая клада и срама за встыбленным серым мостом тебя ли сюда ли в воде носили на нежных руках тебя ли в тебе ли находили да не обретали никак житье уместилось в котонку путие в невеликий карман и нечего сыпать потомкам чтоб более более учить от ума зашторенные окна в домах идешь по затянутой раме асфальтовым свежим пластом и нет одиночеству равных рядом не нужен никто не брось не страсти телесной не теплого дома приют но с тылой суровой словесной любови иного замеса ее в лотереи небесные на милость тебе подают на ней не дотянешь до лет ни крошки не вытрясешь хлеба пустой не насытишь живот но выстроишь столбик нелепый любишься как идиот но выстроишь столбик нелепый любишься как идиот но выслышишь столбик нелепый АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас после выступающего за мной будет антракт, когда вы сможете купить книгу, наконец-то, положить деньги в шляпу отдельно, просто в шляпу, ну и чуть-чуть там перекурить, хотя, конечно, бросать это дело. Так, мы продолжаем наше учение. Разгар учений, где-то к обеду. Вдруг кто-то вспомнил, что у нас было три БТРа. Два, понятное дело, остались во Львове, а где третий? Видимо, его потеряли, когда колонна рассредоточилась, объезжая по переулкам второй заглухший БТР. Возникло опасение, что он тоже встал где-нибудь на проселке, непонятно теперь даже, где и как его искать. И тут кто-то опять вспомнил, что это не просто БТР, а БТР-связи с радистами и радиостанцией. Тут же отдали распоряжение пошукать хлопцев в эфире. И выяснилось, что таки да, БТР-связи уже три дня, как вышел в заданный район, развернул антенну, накрылся маскировочной сеткой и, согласно плану учений, предоился в ожидании дальнейших распоряжений. Надо сказать, что у нас к тому моменту на деревне уже торчали две антенны и были развернуты две машины-связи. Наше на базе ГАЗ-66 находился телеграф, коммутатор, радиостанция, работавшая в телефонном режиме. И вторая очень мощная кратковолновая радиостанция, работавшая в ключе на базе 157-го силы. Очень сложно. Возможно, про третью радиостанцию и забыли за ненадобностью, но как бы то ни было, дело к обеду. Люди нашлись, людей надо кормить. Нам выдали два бочка с кашей, чаем, вещь в мешок с хлебом, с сахаром, масло, прапорщика и какие-то нарисованные от руки кроки. «Идите, — сказали, — кормите своих, а то они уже третьи сутки святым духом питаются». С часом побродив по жаре, ребят мы нашли на краю какого-то села, поторчащей за деревьями фонтенне. Практически уже на опушке леса под натянутой маскировочной сеткой стоял наш потерявшийся БТР. По нему лазали местные ребятишки, а наши полуголые пацаны валялись рядом в тени на траве. «О, вот и обед пришел, — сказал один из них щурец в нашу сторону, и, немного подумав, добавил, — посмотри, что там у них. Нет, они не производили впечатления голодных». Борис Богданов. «Добрый вечер, здравствуйте, я спою эту песенку, это и не моя песенка, и не твоя песенка, но мне кажется, она очень подходит к этому случаю». Борис Богданов. Борис Богданов. Борис Богданов. Борис Богданов. Борис Богданов. Борис Богданов. Вот сидит он на ухне с большой бородой А за окнами летняя ночь То комар золотой пролетит под луной То заплачет соседская дочь Я чего-то мечтал, я чего-то хотел Приходил к нам в больнике Евгений Петров Он рассказывал нам о себе Как полжизни на нем было восемь штанов И сосулька на нижней губе Как полжизни на нем было восемь штанов И сосулька на нижней губе Трансляция на время антрали Какой-то, что-то Может сказать, что будет? На сколько? На сколько по времени? Давайте 15 минут хватит Правда? Да Класс, связь Класс Класс